всем привет из северного степного крыма сегодня уже 24 августа 2020 года 30 градусов тепла утро температура будет явно выше это марс марс беги беги цветет сурепка масса отводочек облетывается беги беги ари пройдем вот очки растут потихонечку челки несут продолжается взяток пошел хороший ливень хорошо пчелки работают всеми конечно сильно уже просели количество пчел работа идет хорошо наращивается расплод опять час кричитого расплода тар несут по лесу В этом году перерыва не будет во взятки благодаря дождям опять ливень прошел но правда с конца июля практически весь август не было дождей вот только недавно прошел один ливень привет перед летками здесь семейка тоже хорошо работает матки себе пооблетывались большая часть маток на пасеке сейчас тихосменных удалось тихой сменой меня поменять большую часть пасеки как и хотел поменял хотел нарастить до 15 получилось конечно до 14 а какой аромат стоит передаваем цветет глухая крапива продолжается сурепка разнотравья разная по округе короче взяток в этом году прекратят только морозы мы уже будем подвязывать со сбором товарного меда под конец августа скоро на днях сейчас с машиной закончу будем откачиваться начинать обработки основных семей водки уже обрабатываю от водки начал обрабатывать у меня там было чуть остаток полыни я начал обрабатывать потому что видел визуально клещей решил от водки хотя бы начать обрабатывать маслом полыни хорошо работает здесь одна семейка получается выбыла так не переехала она просто на другое место она была послабее объединил с семьей где не было матки короче матка где пропала не знаю что случилось старая прошлогодняя матка просто исчезла куда-то пропала причем я в это время к семье не ходил потерять ее не мог а последний раз когда ходил я ее увидел визуально то есть я видел как я опустил вули все ее придавить не мог то точно что то с ней произошло всяко бывает так и у людей могла погибнуть по любой причине болела может еще что-то на ульях видно какой ливень лупил грязно видно я слетела от земли хотя улья стоят 30 сантиметров от земли грязь слетела все улью у ливень шпарил хороший но она уже подсыхает но видно что земля мокрая земля довольно таки мокрая в общем крыму скоро наступит вторая весна пока еще лето жара но жара уже по ночам спадает падала уже до 12 градусов температура этой ночью жара уже потихонечку отступает днем еще будет прогревать к вечеру уже холодает но тепло будет я почти до ноября месяца но или до ноября когда как разные года по-разному за длинный такой сезон клеща семьях немерено потому что с весны за все лето за грубо говоря пять месяцев пчелы нахватались так клеща никаких обработок и 5 месяцев не проводил естественно что пчелы нахватались клеща если без крылка на пасеке и клеща визуально вижу на пчелах и отводки обрабатывал до не были усыпаны клещом я сниму когда начну основные обрабатывать сниму положу этот бумажки эти посмотрю самому интересно примерно прикинуть сколько клещей то тьма будет клещая это каждый год одно и то же короче осенью обрабатываю избавляюсь от него в зиму идут у меня чистые ни одного клеща весной при первой ревизии весенней я не вижу ни одного клеща все чистенько все хорошо а потом к концу сезона их опять тишит потому что соседи у меня еще раз повторяю 14 пасек всего в округе зоне лёта стоит 15 пасек разного размера в основном они небольшие там от трех пяти там до 15 семей вот так вот на их много по количеству моем селе три пасеки и соседнем селе еще 12 пасек от соседнего села до меня два километра по прямой то есть ну в зоне лёта пчел они пересекаются перезаражаются естественно что каждый обрабатывает что-то обрабатывает это не обрабатывает это вообще не полоски кинул и думаешь вам все купил там какой-нибудь и капало там поставил клещу яйца пощекотал и думаешь он обработал уже все метод моем селе пасека одна практически можно перестала существовать там пару семей осталось 12 я уверен что это клещ и ошибки пчеловода одному богу известно как она почему она факт в том что перезаражаются плюс кочевники у меня приезжают кочевники то есть приезжают время от рюмени подселяются уезжают опять опять приезжают в общем в общем клеся от него не избавишься и при этом маслом полыни я обрабатываю уже более пяти лет только маслом полыни никакой большой химии не применяю при этом как вы видите пасека у меня выживает при этом все то есть эффективность такой обработки она на лицо в общем как то так работаем потихоньку скоро финальная будет качечка все делила пару минут пошел и машиной заниматься мне надо срочно короче дело перебираю двигатель уже вернее собираю обратку уже пробила у меня прокладку помпа уэлла можно слышать это на море когда я снимал машину там слышно было отчетливо как уэлла помпа я поменял помпу в общем такое короче готовлю сейчас потому что сейчас начнется у меня и надо будет ездить на рынок продавать мед малеха накачали мы благодаря нашим ульям технологии работы накачал я меда соседи у меня без меда у меня есть малеха но да не могу сказать что рекордные урожаи конечно недобор меда прошлым годом минимум половину будет но откачать еще посмотрим я думаю это в половину будет недобор но зато мы пасек увеличили маток я поменял на тех которых хотел и будем рекорды уже следующем году будем надеяться следующий год будет получше на всяком случае следующем году я уже не буду делить пасеку и буду делать медовички и с медовичков будем максимум выжимать в следующем году уже будем стараться рекорды выжить цель всего этого мероприятия не само увеличение по и количество семей стабильное получение необходимой не тонны меда каждый сезон то есть мне необходимо получать тонну меда для реализации для того чтобы я мог нормально чухать себя жить нормальной жизнью питаться нормально там и так далее ну разумных пределах естественно но чтобы я зарабатывал хорошую такую среднюю зарплату своего района обитания стабильно в этом вся цель увеличение пасеки спасибо за просмотр бог даст прорвемся всем пока